всем привет дорогие друзья сегодня мы разберем и посмотрим катушечку от фирмы штурм ее цена составляет где-то в районе 650 700 рублей в интернетах она автоматическая у нее здесь стоит подшипник металлическая голова для поле износа стойкости так скажем и у нее стандартный шаг резьбы ну и сам диаметр десятка левая резьба шаг 1 25 то есть она подойдет на большинство коз который в принципе есть на рынке ну что давайте приступим к разбору данная катушка далеко не из легких она весит пол килограмма а как говорил борис бритва в известном фильме snatch вес это надежность разбирается катушка достаточно легко но не настолько чтобы разлететься в процессе работы имейте это в виду пружина в катушке одна достаточно большого диаметра случае разбора катушки не забываем немного подтянуть корпус катушки сделан на совесть взгляните поближе мощные ребра жесткости и толщина пластика мое почтение другая часть катушки также сделано мощно хорошие ребра жесткости и усиленные зацепы это очень важно ну а металлические ушки у катушки впаянные поэтому даже если катушка разлетится в процессе работы вы их не потеряете да и леску большего диаметра поставить будет не проблема барабан сквозь который проходит леска при наматывании также сделан достаточно добротно внутри него находится подшипник сейчас я вам его покажу когда вы продеваете леску сквозь катушку она проходит именно через данную пробку ее задача крайне проста но важно она центрует леску и защищает подшипник от пыли а вот кстати и он сам взгляните пожалуйста поближе мало ли кому интересно что касается зацепов самого барабана они здесь также внушительно сделаны я не думаю что какой-то из них быстро выйдет из строя я могу назвать несколько катушек примерно в такой же ценовой категории у которых внутрянка намного скромнее выглядит данную катушку собрать неправильно у вас просто не получится все детальки четко садятся на свои места вставив крышку в барабан посмотрите в отверстие для лески оно должно быть сквозное значит вы поставили все правильно ну и в общем собираем дальше докопаться к данной катушке я могу лишь из-за одного нюанса центрующую метку барабана очень плохо видно то что на корпусе хоть как-то видно это конечно мелочь но неприятная для заправки лески нужно совместить две метки метку барабана и метку катушки чтобы они смотрели друг на друга совместив две метки у нас в катушке получается сквозное отверстие через которое мы продеваем леску а затем накручиваем ее соединив две стрелки корпуса катушки и самого барабана мы видим здесь сквозное отверстие то есть мы можем продевать смело леску комплект поставки идет 2 и 4 но заявлено производителем что можно устанавливать толщину тройку я попробую поставить три с половиной сейчас мы ее проденем вот так вот и попробуем ее накрутить три с половиной накручивается без каких-либо усилий ну я могу так сказать что на некоторые катушки автоматически даже тройка накручивается с трудом но здесь катушка не маленькая у нее внутри достаточно большое количество места и она без труда накручивает леску ну скажем так более толстого диаметра но все равно рекомендуется использовать именно тройку данный подшипник играет роль скажем так защиты от стирания то есть катушка крутится в одну сторону а сам подшипник в другую от этого износ деталей скажем так ну сокращается пока не выходит из строя сам подшипник в остальном катушка сделана неплохо и к данной шпульки есть смысл присмотреться но у меня на сегодня все всем спасибо за просмотр и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok